Праправдочка доктора Соколова Марина Бойко была в гостях у своей бабушки в Сочи лишь однажды в 7-летнем возрасте. На этот раз она вместе с родными посетила курорт по приглашению администрации Сочи. Я знала, что он в свое время был очень известный врач, уничтожил малярию на Черноморском побережье. Я это все знала, но я не ожидала, что до сих пор память так живет в сочинцах. Для меня это было на грани шока, потому что я не думала, что это настолько, вот люди настолько его любят, помнят и вот продолжают именно его дело. Действительно, сегодня Сергей Юрьевич Соколова знает, пожалуй, каждый сочинец. Спасению будущего курорта от малярии он посвятил более 30 лет своей жизни. Его имя носит экологобиологический центр, где накануне потомки великого врача высадили эвкалипты. Те самые деревья, с помощью которых их великий предок помог Сочи из болота превратиться в курорт. Я думаю, что когда он боролся с малярией, когда он боролся с комарами, когда он раскидывал эту гамбузию, рыбку по всем водоемам, он стремился именно к этому счастливому времени. И, конечно, его вклад, он просто значительный. Не было бы у нас никогда здесь ни курортного города, ни того города, которым сегодня является Сочи. Мы действительно очень многим обязаны этому замечательному врачу. Сегодня почтить память великого медика к бывшей противомалярийной станции пришли благодарные жители города и продолжатели его дела. Кстати, специально к юбилею врача на курорте вышло издание поэтессы Раисы Террастьяновой «Сочи. Город без малярии». Книгу с автографом автора мог получить в подарок каждый участник памятного митинга. Галина Захарова, Борис Осинь, телекомпания «ФКТ».